Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Moda HD. Сегодня я покажу вам Венецию, но снова обращу особое внимание на стритстайлеров. Это люди, которые классно одеваются, наверное, в любых обстоятельствах, когда им этого хочется. И в этот раз Венеция в особенности меня удивила, потому что я обладаю уже достаточным количеством насмотренностей. Скоро об этом снова выйдет видео. И могу сказать, что я обратила внимание, что Венеция потрясающий микс, потрясающая смесь. Действительно, людей одетых очень смело, одетых очень красиво. Нам это может не всегда подходить, не всегда, возможно, может нравиться. Но совершенно точно это огромное скопление людей, которым не откажешь прежде всего в фэшн-смелости. И я могу сказать, что Венеция, ну я думаю, любой такой крупный город и, опять же, такая туристическая мека, как Венеция, ценный для нас модниц и модников тем, что мы найдем огромное количество людей со всего мира. Мы услышим французскую речь, мы услышим английскую речь, мы услышим любую речь. Это будут люди, которые, да, не ленятся, которые любят наряжаться на самую обычную туристическую прогулку. Мы должны помнить, что туристическая прогулка подразумевает многочасовое хождение. Мы должны помнить, что зачастую бывает очень жарко, либо очень холодно, как было в этот раз, несмотря на то, что день солнечный. Могу сказать, что в тени было очень и очень прохладно. У меня очень мерзли руки без перчаток за какие-нибудь 20 минут беспрерывной съемки. Я очень люблю Венецию и всегда обращаю внимание на повешенное белье, на бутылки, которые выставлены за окно в прохладную погоду. Безусловно, венецианцам это так же, как и нам в России часто заменяет элементарный холодильник. Для меня Венеция – это прежде всего город, где живут люди. А все туристы воспринимаются мною как гости этого города. Я никогда не забываю, и на самом деле для меня как раз-таки особое очарование Венеции в том, что это город, где есть местные жители, которые смотрят над нас из окон своих домов. И это город, который прежде всего очень и очень гостеприимен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Вопреки распространенному мнению, в Венеции очень-очень многие вещи не стоят дороже, чем, допустим, в Паду и в тех же самых, либо в подобных магазинах. Эта витрина мне очень понравилась. Я еще раз обращу на нее внимание. Прежде всего мне понравилась белая водолазка, либо просто белый джемпер без выраженной вязки, без выраженной фактуры. Под синим двухбортным, либо однобортным пиджаком любая модница может взять себе на заметку. Это магазин картин, мне очень понравилось. Я встретила его случайно, раньше никогда не видела. Я в этот раз заметила и смогла прямо-таки оценить и идентифицировать стиль коренных венецианцев, людей, которые просто живут в Венеции. Возможно, они не родились здесь, они просто сюда переехали жить. Это люди, которые одеваются очень самобытно. У них очень выраженная стилистика, и зачастую эта стилистика прямо-таки обращает на себя внимание. Она может нравиться, может не нравиться, но совершенно точно, мимо коренной венецианки, либо венецианца, вы мимо не пройдете. Вы обязательно обратите внимание. Я думаю, что синьора в самом начале видео в розовых колготках это коренная венецианка, либо венецианка, которая живет здесь достаточно давно. Думаю, что те, кто смотрит мои стрит-стайлы регулярно, без труда поймут, что это, конечно же, туристы. И часто меня спрашивают, Яна, почему вы не снимаете полных людей? Я на самом деле снимаю любых людей, любой национальности, любого размера, если они хорошо и классно одеты. Но правда в том, что итальянки в основном стройные. Витрины с итальянскими сладостями, думаю, что рассчитаны больше на туристов. И я нашла винтажный магазин. Сначала я подумала, что это реплики, либо, проще говоря, это подделки. Но нет, это оказался винтажный магазин, где было очень много Гуччи, где было очень много Шанель. Увидела вот такой самобытный характерный итальянский магазин с пальто цветными. Они очень популярны. И снова магазин с такими сумками. Я не в первый раз их показываю. Подобный клач я показывала в зеленом фисташковом цвете. Подобную сумку, либо прямо такие ежи, я сейчас не вспомню, тоже уже показывала. Не знаю, эти сумки мне почему-то очень понравились. В среднем цена за каждую сумку от 300 до 500 евро, в зависимости от размера. И мне почему-то кажется, что это так называемое местное производство. Очень-очень самобытный магазин. Я повторюсь, мне понравилась Венеция за то, что я встретила действительно очень много стритстайлеров. Все достаточно сомнительно и под вопросом, стоит ли так одеваться. Но меня очень порадовало, что люди действительно самовыражаются через одежду. Я считаю, что одежда – это очень хороший способ поднять себе настроение. Это очень хороший способ выразить свое настроение, обратить на себя внимание, либо наоборот пройти незамеченной, либо незамеченной. Венеция в этот раз меня поразила большим количеством модников, туристов, прежде всего, со всего мира, которые, несмотря на очень-очень прохладную погоду, на сырость, которая присуща Венеции практически всегда, действительно вышли прогуляться на большие длительные пешие маршруты в одежде, которые хочется рассматривать. Продолжение следует... Пальто на мужчинах – это всегда красиво. Пальто плюс вот такое кепе – это очень и очень стильно. А пальто плюс шляпа – это на самом деле выше всяких похвал. Я никогда не думала, что шляпа настолько уместна в повседневной жизни. Это аксессуар, это головной убор, который действительно в современной трактовке смотрится очень хорошо, что на женщинах, что на мужчинах, с самыми неожиданными вещами, например, с пуховиком. Я обратила внимание и много раз в своих стрит-стайлах комментировала, что шляпа очень хорошо смотрится с пуховиком, что на мужчинах, что на женщинах. Субтитры подогнал «Симон»! Ну что ж, дорогие зрители, как говорится, продолжение следует. Я отсняла огромное количество материала, я отсняла огромное количество модников и модниц. И сразу хочу сказать, сделать анонс, что в следующем видео речь пойдет о вот таких шапках. Я заметила их в падуе, я заметила, как они хорошо смотрятся, и я объясню, почему в следующем видео обязательно они настолько выигрышно, хорошо внедряются в любой ансамбль. Но сейчас на этом с вами прощаюсь, увидимся очень скоро на венецианском, возможно, на подаванском стрит-стайле. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!